Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова, и я являюсь контактёром с внеземными цивилизациями. Сегодня со мной присутствуют мои кураторы, представители Межзвёздного Союза, Раум Тиан с планеты Бурхат, специалист по энергетическим взаимодействиям в окружающей среде, и со мной рядом Мит Гаскаус с планеты Ислер, специалист по биологии, психологии и инопланетной цивилизации. И сегодня мои кураторы будут отвечать на вопросы наших читателей и зрителей в команде «Кассиопея» во всех наших сообществах на научно-популярные темы. Здравствуйте, меня зовут Мария, я член команды «Кассиопея», и сегодня буду передавать вопросы наших читателей, участников наших чатов. У нас сегодня научно-популярные вопросы. И первый вопрос, расширяется ли наша Вселенная, как это утверждают учёные, или они ошибаются? Отвечает Раум Тиан. Ну, по большому счёту, само расширение Вселенной — это иллюзия материального восприятия. Потому что само пространство, оно... Само пространство, оно не пустое само по себе, а состоит из энергии. И те энергии, которые составляют структуру пространства Вселенной, они создают такой образ восприятия, при котором удалённые от наблюдателя объекты удаляются. Это свойство самого пространства. Причём оно выражено в любой точке Вселенной. То есть из любой галактики будет видно, что все остальные как бы от неё удаляются. То есть оптическая схема. Это особо, я бы сказала, что это обман, как особенность восприятия. И это от того, что приборы, они тоже настроены на определённую длину волны. Электромагнитные волны, одним из которых является свет, он тоже распространяется в пространстве по своим законам. И особенности распространения в якобы пустом вакууме, он способствует тому, что видимые объекты удаляются. Причём каждый будет видеть себя в центре этой Вселенной. Благодарю. У нас пространство, оно как бесконечное. То есть они, да, он говорит, так это пространство бесконечное, и галактики, они не разлетаются как бы из центра, а они движутся в этом пространстве вместе со всеми звёздами и как бы независимо друг от друга. Ну, более-менее. Правда ли, что планета Плутон это ёмкость для влады? Ну, если вы, Рамтиан, да, он говорит, я изучал Солнечную систему, если вы говорите о том, что на Плутоне есть вода в жидкой форме, то по нашим исследованиям, да, я помню, что по нашим исследованиям под льдом Плутона действительно находятся океаны очень глубокие, там, до некоторых, до 80, то есть больше километров. Под слоем льда в километрах в 10, в 8-10 километров может, то есть по нашим исследованиям, находиться жидкая вода. Это потому, что ранее Плутон был планетой другой звезды, которую Солнечная система втянула в свою систему за счёт внешних планет-гигантов, за счёт притяжения внешних планет-гигантов. И после этого, удалившись от своей родной звезды, океан замёрз. Эта цивилизация, которая там была, но она была на примитивном уровне, без техники, там было как бы мало, ну, там были разумные существа, но мало. Они погибли. Хорошо, спасибо. А сколько лет нашей планете и сколько спутников она раньше имела? Сколько лун она имела? К моменту открытия Межзвёздным союзом, которое произошло 5 миллионов, около 5, ну, чуть больше, там, 5 миллионов лет назад, конечно же, Земля была уже сформированным миром. Она существует в сотни раз больше, то есть около 7-7 миллиардов лет, по нашим данным, вместе, образовавшись из, ну, образовавшись из частиц самого Солнца, потому что планеты из звёзд образуются, которые выбрасываются из звезды, как он сейчас говорит, и потом образуют такие пылинки, из которых образуются другие элементы и постепенно планеты. Это всё, конечно, формируется не просто так, а с помощью разума тех же глазноидных цивилизаций. Сколько спутников у нас раньше было? Спутников Рая к моменту открытия нашими представителями Межзвёздного союза Земли, так же, как у Венеры, не было спутников. Она была самостоятельной планетой, Луна была планетой между Землёй и Марсом. Известны ли вам цивилизации, которые были ранены на Земле, и, может быть, которые вымерли к моменту обнаружения Земли, были ли какие-то остатки других? Нам известно о цивилизации, не было следов разумной жизни, гуманоидной, имеется в виду, но было множество плазмоидных цивилизаций, которые творили души животных, растения, уже были все в наличии все стихии, которыми управляли эти земные плазмоидные цивилизации, поэтому, да, разумная жизнь на ней была в тонком материальной форме, к нашему прилёту никаких следов по гуманоидной форме жизни или прилетов туда других кораблей до нас мы не обнаружили, ну, как бы, наши предки не обнаружили. Спасибо. Последнее время значительно уменьшилось свечение Бетельгейза. Что случилось со звездой? Он говорит, по нашим данным, созвездия Ориона, те цивилизации, которые живут поблизости от Бетельгейза, не отмечают большого снижения её активности. По нашим данным, между Солнечной системой и этой звездой недалеко от Бетельгейза есть как такая, как туманность из пыли, но в последнее время она как рассеивается. И думаем, скоро светимость звезды земные астрономы должны увидеть восстановленную. Да, действительно, наблюдается некоторое снижение температуры поверхности и не только Бетельгейза, но и многих звёзд. это связано с процессами, происходящими в тонкоматериальных цивилизациях. Они снизили несколько свою активность в переработке энергии звезды. Но это не у всех звёзд наблюдается, а в основном у звёзд спектра так, по-вашему, это будет от спектра F до спектра K. Ну, в большей степени, а у более горячих звёзд эти процессы незаметны. Но они как не значимы в пределах статистической погрешности. Спасибо. Очень прочный ответ. Вопрос о нашем Солнце. Считатели считают, что длительное время на нём нету вспышек и пятен. И можно ли как-то прокомментировать текущее состояние нашего светила и динамику развития ситуации в ближайшем будущем? Да, действительно, на Солнце, на вашем Солнце действительно снизились процессы снижения, снижения температуры некоторых участков. То есть термоядерная энергия по некоторым причинам теперь уже меньше воздействует на магнитную энергию в атомах и от этого температура плазмы остаётся равномерной. это происходит по разным причинам, в том числе по тем причинам, что снизилась активность солнечных возможных цивилизаций по переработке термоядерной энергии и по той причине, что они обращают сейчас свою активность на планеты Солнечной системе, в том числе на Землю. Ну, причины этого мы видим в том, что плазмоиды Солнца совместно с плазмоидами Земли сейчас заняты переходом. Ну, как переходом на новый уровень. Квантовым переходом. Да, и поэтому они как-то энергию направляют не на Солнце, а на Землю. Не на то, чтобы у них же с Солнцем происходит энергообмен, они питаются солнечной энергией и одновременно они отдают Солнцу свою энергию, переработанную как жизненную силу. То есть у них это тоже как процесс питания. А так как их там целых 17 цивилизаций, например, возле вашего Солнца, то это оказывает значимое влияние на ее гелиомагнитную активность. Спасибо. Ну, вот этот вопрос может отразить. Ну, мы считаем, такие уже периоды были, и потом она опять возобновлялась. Нам ничего не грозит. Жизнь на Земле со стороны Солнца ничего не грозит. Нет, мы считаем ваша звезда очень спокойная и без всяких бурных проявлений своей деятельности. Хорошо. У нас уже затрагивался этот вопрос. Как и из чего формируются планеты? Откуда происходит строительное вещество для формирования планет по материальным параметрам? По материальным параметрам из поверхностных слоев хромосферы и самих звезд, которые охлаждаются, отдаляются от звезды и охлаждаются в космическом пространстве. и эти вещества, то есть атомы, как называть, элементы некоторых веществ, они соединяются друг с другом и образуют элементы всех остальных веществ. Из элементов разных веществ образуется полевое облако вокруг звезды, которое из-за притяжения центральной звезды начинает вокруг него вращаться и таким образом формироваться более или менее крупные камни там и так далее, то есть пока не образуется планета. Если уже формируется крупный астроит, уже столкновение с другими камнями придает ему шарообразную форму, сферическую форму, там формируется атмосфера, давление различных элементов друг на друга создает там слои будущей планеты. Спасибо. Очень обрано себе все представила. Верная гипотеза? Это происходит тоже под влиянием плазмоидов. Тоже плазмоидов. Вот вопрос очевидно к плазмоидам. как раз те, которых древние люди называли богами, как бы тоже создателей своего рода. Боги природы. Верная гипотеза о том, что вся солнечная система собрана искусственно. Почему планеты земного типа положены ближе к солнцу, а тяжелые планеты дальше? А что вы понимаете под словом искусственно? Если вмешательство любого разума, а не только слепые силы природы, то да, конечно, искусственно. Но, как я уже говорил, слепых сил природы вообще не существует, потому что силы природы действуют по определенным законам, которые придуманы и установлены тем, кто сотворил все мироздание. И почему внешние планеты оказались как там газовые большие, а эти маленькие и по составу разными? Ну, первый ответ на этот вопрос, что те слои полевого облака, которые были близко от Солнца, они получали больше света и как солнечной радиации. И от этого потока света и солнечной радиации там оставались только тяжелые элементы, из которых смогли плавноиды собрать как тяжелые, но мелкие относительно тела. На окраинном солнечной системе оказывалось более легкие элементы и много водорода и кислорода, которые соединялись в кристаллики льда. Некоторые кольца Нептун, Сатурна и Уран состоят из чистых кристалликов льда. Ну, без примесей. И все это собралось в планеты, которые имеют в основном состав легких соединений как газов, нету твердых элементов. И даже те ядра Юпитера, Сатурна и других планет газовых гигантов, они состоят из замерзших мест, из уплотненных веществ под силой тяжести и температуры. Спасибо. Во время солнечного затмения мы можем наблюдать солнечную корону. Возможно, это благодаря соотношению расстояния до Луны и расстояния до Солнца и размера Луны. И для чего важно наблюдение солнечной короны? Вот знаете, я изучал историю войны 19 тысяч лет назад. Я уделил этому много времени. То есть именно когда появилась Луна как спутник Земли, а не как планета. И я нигде не видел упоминаний о том, что ради солнечной короны Луну установили на таком расстоянии. Возможно, они руководствовали. Я не думаю, что они руководствовали с именно таким соображением, потому что там нужно было остановить приближение Луны к Земле. Они реально могли столкнуться. Несколько раз была ближе Луна, чем сейчас. И кораблями с гравитационными полями удалось отодвинуть и установить на настоящую орбиту. И именно поэтому Луна повернута только одной стороной сейчас к Земле, потому что это орбита как искусственная. И насчет солнечной короны это опять особенности ваше восприятие, что вы ее именно такое видите. В инфракрасном свете или там в ультрафиолетовом это будет совсем по-другому. Хорошо, спасибо. В священном писании Шримад Бхагаватам сказано, что есть две невидимые планеты Раху и Тету, которые являются причиной солнечных затмений. Что это за планеты? Знаете ли вы об их существовании и что по-вашему представляет такое явление как солнечное затмение? Шримад Митгасказ Шримад Бхагаватам как и любая религиозно-мистическая книга содержала отрывки философских текстов, мифологических сюжетов и обязательно была наполнена мифологическим так называемым картином мира? Что это такое? Это объяснение мироздания на основе представления о действительности, которые можно было получить теми органами чувств и теми видами исследований, которые были в распоряжении жрецов и писателей этой книги того времени. То есть само солнечное затмение — это периоды попадания Луны между Землей и Солнцем. но так как мифологическая картина мира не предполагала такой картины, где, например, Луна настолько там ближе Солнца и что они обе летят в пространстве. Тогда было подругое представление, что есть купол Земли, над которым близко висит Солнце, например, на таком же расстоянии Луна. Всё это отголоски, конечно же, плазмоидных контактов, потому что с их точки зрения многих из них воспринимается именно такая картина мира. Что касается планет Раху и Кету, это образы, которые обозначают точки лунной орбиты, в которых Луна оказывается в момент солнечного затмения и в момент как лунного затмения, ну то есть когда уже на другом расстоянии. А отдельные планеты, они как материальных тел не существуют. Ну естественно плазмоидные цивилизации, которые живут в том числе и возле Луны, и возле Земли, и вообще в космосе, они конечно могут свой мир назвать планеты Раху. Они часто свои миры называют планетами по аналогии с планетами косно-материального мира, особенно те, которые часто контактируют. Они например в астрологии учитываются, при расчетах в астрологии эти планеты тоже, их влияние тоже учитывается. Да, конечно, они могут там учитываться, потому что это цивилизации. Ну вот сейчас Рампион говорит, они там учитываются не как планеты, а как точки какие-то. Точки как лунные орбиты. То есть современные астрономы, астрологи, они все равно наблюдают за астрономическими данными и в любом случае будут приспосабливать мифологическую картину мира к естественно научным. По-другому не получится. Все люди, которые живут на земле в современное время, прошли через школьное образование. Но нужно не забывать, что в те времена, когда формировалась Шриман-Дабахагава, когда формировалась Библия, Коран и другие книги, не было современного мира и не было современных школьных знаний. В том объеме, в котором они есть сейчас у ваших детей. Конечно же, по сравнению с нашей наукой ваша фрагментарна и неполна, но она все же более полна и научна, не то, что логично, а систематизирована объясняет этот мир. То есть именно с точки зрения материального мира. Но древние люди, которые объясняли мир мифологически, они тоже о нем знали немало. Просто их знания были другие. полученные наблюдения и приборов, а с помощью контакта с плосмоидами и цивилизацией. Да, он много объясняет. Друзья, собираются ли инопланетяне пускать космические экспедиции Землян на Луну и на Марс, которые планируются в ближайшие годы? Если да, то захотят ли оказать поддержку людям? В любом случае массовый выход на контакт с этими экспедициями это уже будет как форма массового контакта. Естественно, люди как владельцы и хозяева Земли, они имеют право и на заселение Солнечной системы. Но наши базы на Луне, на Марсе, на Венере и на других планетах и спутниках строились уже с учетом земной активности на этих объектов. То есть, да, конечно, мы будем всячески способствовать, насколько это будет возможно без открытого контакта, исследованием землян на других небесных телах, потому что это способствует их расширению знаний о Вселенной и, самое важное, опыту работы в космическом безвоздушном пространстве. И это очень вдохновляюще действует на всю земную цивилизацию, позволяя людям больше думать о Вселенной и о нас, ее представителях. И, в конце концов, это является прогрессивным шагом к вступлению в Межзвездный Союз. Спасибо. Что инопланетяне думают о фактах и гипотезах прямо или косвенно подтверждающих симулятивную компьютерную природу нашей Вселенной. Помимо голограммной природы, а также помимо того, что мы в нашей жизни играем для набирания опыта. Понимаете ли, вот эти вот, что вы назвали, Рамтиан говорит, что вы сейчас назвали симулятивная компьютерная программа, играем, набираем опыт, это уже не то, что оценочные суждения, это описание реальности, которая соответствует лексикону и духу сознания, содержания сознания тех, кто это описывает. То есть любое действие при желании можно назвать игрой. Любое действие, игру даже, можно при желании назвать работой. Любую работу можно назвать игрой, смотря как относится к этому, смотря как относится к этому внешний наблюдатель. можно сказать, наша жизнь игра, можно сказать, наша жизнь череда различных действий, работа, развитие, но нельзя единственное сказать с нашей позиции, что это бессмысленная трата энергии, так как ничего бессмысленного во Вселенной нет, все имеет свой смысл. И насчет о симулятивной реальности. Здесь уже эти люди, они пытаются объяснить новые факты привычной терминологии уже в терминологии технической, которой они привыкли. Что такое компьютерная программа? Это некий созданный информационный продукт в виртуальном пространстве или на носителе компьютера, который вполне реален и одновременно же не то, что не реален, не имеет как плотности. Но одновременно он реален. В отличие от компьютерной программы, в отличие от компьютерной программы, материальный плотный мир он вполне плотный. То есть я бы скорее сравнил его здесь с компьютером как раз. А с программой я бы сравнил ту информацию, которая находится в этом мире, то есть духовный мир. Очевидно эта информация связана с тем, что в последнее время наши ченнели распринимают информацию от искусственного интеллекта. называют себя архитекторами вселенной и пытаются передать такую идею, что на самом деле создали все они и сейчас ждут того момента, когда мы примем их и примем Если смотреть, что такое значит на самом деле, нужно сначала определиться с точкой отчета. На самом деле для кого? С какой позиции? С точки зрения материального мира? С точки зрения тонкоматериального мира? Или с точки зрения духовного мира? Или божественного источника? Если смотреть, как все в реальности существует, что такое реальность, это та истина, которая является энергией Бога. И с точки зрения этой истины все остальные миры и все остальные проявления энергии в этих мирах и энергии вещества это лишь разные уровни плотности той же самой истины и света. Так что с точки зрения Бога ничего кроме Него и Его энергии не существует. И этот искусственный интеллект естественно если он существует и выдает себя за то, что он есть, он тоже создание Бога Абсолютно. Архитектор нужно понять кто какое существо может так представиться. Архитектор Вселенной насколько я понимаю это слово это как раз тот высоковибрационный плазмоид который участвует в создании планетных систем. Они действительно могут жить как миллион лет. Да это могло быть логично для простоты восприятия начиная с 45 и 46 уровня плотности и заканчивая 56 уровнем плотности плазмоидных миров. Я так понимаю слово архитектор Вселенной вот он вот они именно используют искусственный интеллект этот термин искусственный интеллект опять что я привык смотреть не на сами слова а на их смысл на то что они выражают искусственный интеллект интеллект это в смысле разум как цепь логических операций или это в смысле просто библиотеки знаний и некоторого накопленного опыта как созданный интеллект этот искусственный интеллект был создан своим создателем ну если смотреть на дух как на разумную сущность он тоже является искусственный интеллект потому что он создан своим отцом абсолютно интересно новые времена новая терминология да вот несколько тысяч лет назад они другие подбирали термины сейчас для современного человека они пытаются подобрать другие термины да и я считаю что это может человека ввести в дезориентацию потому что он будет читать древние религиозные мистические книги и не находить в них знакомых терминах что может его оттолкнуть от них и навести на мысли об их примитивности хотя в них говорится о том же самом спасибо существует ли у вас понятие молекулярное программирование например обычный камень запрограммировал на связь ментальную или какую-либо другую с другим камнем что-то схожее с нашим телефоном но только на большом расстоянии я бы не назвала уже это камнем это может быть прибор замаскированный под различные естественные объекты такое бывает среди некоторых специалистов межзвездного союза галактической федерации света и так далее которые хотят своим контактерам особенно в мирах которые менее развиты технически чем земля ну как бы давать такие приборы под видом обычных предметов такие приборы действительно изготовляются и им объяснить молекулярное программирование можно ли запрограммировать молекулы можно конечно если программировать назвать например их устраивание под определенным электромагнитным полем спасибо наша цивилизация особенно в последнее время активно используют консерванты для продления срока годности продуктов это например такие вещества как бензоат натрия сарбат калия нитрит натрия и другие до людей доходит информация что это вредные вещества как более развитые вещества других цивилизаций консервируют пищу консерванты да как она консервирует пищу в межзвездном союзе но он говорит есть такие формы излучений которые абсолютно безопасны для организма но в то же время они не излучение а как частот они вызывают разрушение вредной микрофлоры но это не вещества и не радиация это как обычные электромагнитные волны которые вы называете радиоволнами только они закодированы на частоты несовместимые с частотами жизни различных бактерий и чаще всего именно так обрабатываются те вещества которые нужно долго хранить ну и потом они помещаются в ту упаковку которая является непроницаемой для для проникновения чего-то чужерозного что касается веществ да межзвездный союз конечно проходил такую все цивилизации межзвездного союза конечно проходили такой этап в своей химии пищевой промышленности и так далее что касается ваших консервантов Митт Гаскаус да вот он сейчас как биолог скажет но он говорит из трех вами названных консервантов самым нежелательным в пище человека я бы назвал метрик натрием в то же время я понимаю что без него сложно обойтись в мясной промышленности тем более в тех странах где потребляют активно свинину и другие мясные продукты которые могут быть заряжены трехнилез я понимаю что по как у вас называется по указаниям ваших законодательных органов вся пища которая попадает в ваше торговое предприятие должна быть качественной не вызывать отравлений расстройств здоровья и так далее этого добиться в промышленных масштабах не так просто поэтому используют различные консерванты что касается сорбата калия и как вы назвали еще раз сорбат калия а бензоат натрия а что касается бензонат натрия солей бензоиной кислоты и сорбата калия эти вещества они часто содержатся в естественных продуктах такие как фрукты овощи травы и так далее что особенно касается бензонат натрия что касается нитрита натрия его содержание должно быть уменьшено до минимума в пище потому что в больших количествах это вещество способно образовывать с гемоглобином крови человека стойкие стойкое соединение которое препятствует присоединению гемоглобином кислорода сопоследствующей гипоксии всех органов снижением иммунитета и более легким развитием раковых заболеваний за счет недостаточности поступления кислорода мисс Гаскалов если придерживаться твоих рекомендаций по поводу соотношения продуктов мясных и растительных то наверное будет вред минимальный опять по слову мясные продукты он я вас спрашивала да он вообще понимал насколько я понимаю отварное там для тушеного мяса но не колбасы который может быть он бы и разрешил пару раз в год в которых как раз и содержится большое количество нитратов но дело в том что во-первых в колбасных изделиях мало того что пониженное содержание белка за счет повышенного содержания жира а также соли так тот белок который содержится он некачественный то есть из некачественных частей из тех частей тушь животных которые содержат мало белковой ткани и много соединительных то есть это нельзя назвать таким же полезным продуктом для организма в небольших количествах как мясо например а ветчины это настоящий же кусок мяса мид гаскаус а ведь это все не относится к домашней колбасе да к домашней колбасе или ветчине нет не относится потому что там вы будете когда вы будете делать домашнюю колбасу естественно будете соблюдать другой состав а насколько я изучала пищевые технологии землян то в составе продукта который доходит до потребителя если указан определенный вид мяса это часто может говорить о том что в продукт попали только лишь сухожилие небольшое количество жира которые являются наименее ценными с пищевой точки зрения насчет ветчины а насчет ветчины вот он говорит а насчет ветчины это тоже ну естественно бывает хороший как бы производитель который это все соблюдает нормы там определенного содержания именно мяса то есть белкомышечной ткани с большим содержанием белка но бывает как кости кожа настолько мелкий из величины порошок что могут вместе с наполнителем а с тем же агар-агаром являются основы вареных колбас и ветчины сейчас люди которые меня смотрят наверное подумают о соотношении цена-качество я к сожалению вынужден констатировать что не всегда это соотношение работает вопрос к тебе не могла бы Ирина зарисовать от руки как на самом деле выглядит квант светом изображение фотона я не уверена что это можно прямо сейчас в записи сделать он не имеет постоянной формы это у вас сейчас Рамчан говорит это у вас он имеет свойства частицы и волны а у нас то что вы называете фотоном или квантом свет это квант энергии первого огненных видов энергии первого но если уж говорить об его форме очень отдаленно можно сказать что это возмущение как волна в пространстве которая имеет одновременно и форму волны вот бывает вот так вот волна на водоеме вот эта волна она неоднородная а в самой этой волне вихревые образования есть комплексная форма комплексная форма такая очень да если уж очень отдаленно и приблизительно на уровне физич на уровне восприятия через физические органы зрения человека примерно так это будет выглядеть примерно друзья наши подписчики хотят вашего совета какой формы и из какого материала лучше всего строить жилые помещения в плане сохранения тепловой энергии а какой материал теплее из чего лучше строить жилые помещения если сохранение тепловой энергии то естественно строить лучше из тех материалов которые содержат в своем составе например воздушные прослойки разнообразные и какой формы ну вот например Микдаскалу считает что оптимальная для гуманоидов форма это как раз близко к круглой округлой с куполом и так далее это более гармоничное распределение энергии в этих помещениях в том числе тех энергий которые выделяются из живых организмов собрание там эфирной энергии астральной мыслеформ и так далее они просто не будут скапливаться по углам и так далее будет более равномерное распределение тумисоулцы там считают что перемендальные формы дома отвечают этому стандарту потому что там хотя и есть углы но за счет вершины этой пирамиды существует поток энергии вверх и вниз которая усиливает их собственные духовные энергетические и духовные качества то есть либо юрты либо домики с терминальными крышами касается бурхатцев они живут в том числе они живут вообще в домах любой формы которые сами захотят у них роботы этим занимаются можно задать программу построить дом любой формы ну и там из своих материалов скорее всего он бы напомнил ваш пластик только такой как более мягкий чем-то на пенопласт напоминает но при этом его разрушить сложнее он такой покрыт вот неприлицаемой пленкой и в нем он сохраняет тепло и хранирует от звуковых клеваний интересно они могут вообще вот у меня показ как вот шестиугольник вот как вот ромбовидные комнаты у них есть какие-то шестиугольники то есть у них это от их фантазии да фантазии нет границ у нас есть в городах и деревнях определенная политика градостроения и архитектуры и к сожалению у нас очень редко можно дать волю своей фантазии и да насчет строительства если рассматривать те материалы которые есть на земле которые из них наиболее энергоэффективны мы считаем те которые как наполнены воздухом вот у вас есть длинные прямоугольные камни которые внутри наполнены воздухом мы такие видели у вас кирпичи у нас есть которые с воздушными камерами такие есть кирпичи а есть как специальные которые прямо вот они наполнены они более легкие блоки а дерево дерево если оно достаточно толстое и между или если оно тонкое но между ними можно оставить прослойку какого-то теплоизолирующего материала из земли можно например сделать какие-нибудь насыпные тоже они достаточно теплые вот можно сделать то что делали в различных странах ну как бы и земли и травы то что различными словами называлось но это довольно теплые и прочные материалы особенно если их снаружи защитить деревом но потери тепла происходят в основном не через стены а через пол фундамент и крыш поэтому материалы для их изготовления должны подбираться самым тщательным образом чтобы снизить потери тепла нужно помнить о том что воздушные прослойки между материалами значительно снижают потери тепла а оставленные ну вот вот как проемы двери и окна через если будут оставлены даже незаметные дефекты щели в этих проемах то из-за них могут быть значительные потери тепла что касается фундамента опять же обычно чем он выше и вот основания фундамента и чем больше там воздуха или других там теплоизолирующих материалов от земли тем он обычно меньше забирает себя земля это тепло на сваях у нас есть такие дома теплых стран но там другие причины на сваях можно и не на сваях а вот как просто как фундамент высокий фундамент на высоком наши читатели интересуются разницей в чистоте восприятия кадров глазом земного человека и инопланетянина сколько я помню у нас 25 кадров по-моему или 26 кадров воспринимается вообще-то у нас воспринимается повыше это просто принято так показывать то есть мы можем рассмотреть из двойной страны скорость в принципе довольно комфортно мы это кто сейчас говорит люди то есть для нас не будет какой-то сменой картинок с которой мы не сможем разобраться даже на двойной скорости просто для комфортного восприятия опять же это какой зрительная информация или звуковой это зрительная имеется ввиду зрительная когда говорят у нас примерно 24 до 24 там до 30 кадров секунды да говорят есть спрятанная реклама чтобы влиять на подсознание есть какой-то 25 кадр или какой-то последний кадр который закладывает какой-то определенной информации чтобы повлиять на подсознание ну вот Мит говорит что он слышал об этом но если в каждый 25 кадр вложить какую-то информацию то при просмотре такого фильма будет это видно на что эта картинка нечеткая будет некоторые даже рассмотрят что там показывают разницы никакой нету между глазом инословом это вообще индивидуальная особенность скорее некоторым 24 кадра в секунду некоторым 30 кадров в секунду вполне комфортно смотреть или даже больше что касается нас это зависит скорость восприятия она зависит от скорости общего мышления а скорость мышления она зависит от многих факторов от настроения от темперамента от энергии и количества и так далее это очень так вариабельный компонент наши считатели интересуются происхождением психоделических растений растений были ли они принесены на нашу планету например и ванка по данным междузвездного союза все растения которые растут на земле культурные дикорастущие наркотические они в ней росли всегда у нас нет данных что инопланетяне таким образом вмешивались в этот процесс то есть никаких вообще никаких растений у нас нету которые были привезены откуда-то в свое время например до войны 12 тысяч лет назад нет таких данных у нас нет вот последний вопрос что такое торсионные поля как их можно применять и как они влияют на человека у нас например был такой исследователь 80 Анатолий Акимов физик который занимался исследованием торсионных полей это пространственные энергии которые являются чистить это пространственные энергии которые являются частично теми уровнями не уровнями сейчас частями тонкоматериального мира которые могут быть достигнуты при измерении некоторыми приборами то есть как не то что приборами у вас таких приборов нет но они вскоре будут изобретены то есть эти энергии в пространстве которые выше определенных спектров обычно это с 6 по 17 уровень плотности насколько я помню вы называете торсионными полями а также вы называете торсионными полями некоторые формы пространственных энергий которые уже между материальным миром и духовным астральным валь астрал и так далее те формы энергии которые у вас не описаны физики вы называете торсионными полями это у нас они разграничиваются по вибрациям и по области применения что касается как их можно использовать их можно если это энергия свободная энергия вакуума это тоже одна из форм торсионных полей для вас можно использовать переводить в электрическую тепловую энергию световую энергию различными преобразователями с помощью торсионных полей можно наладить там например связь через вы бы это назвали что-то типа торсионный эфирный передатчик это это связь первая ступень от связи с помощью радиоволнов к связи через глионные цепи атомов которые пользуемся мы это было бы для нас толчком к новым технологиям исследования и применения этих торсионных полей да но прежде чем применять эти торсионные поля вам сначала нужно вашим ученым нужно доказать их наличие и отличить от других а для этого нужно строить приборы на других основах из других элементов с другими шкалами и вообще менять теории к сожалению официальная наука пока не признает но исследования ведутся вот и по поводу технологии последний вопрос если люди получают информацию о новых технологиях открытиях и научные знания из духовного мира есть ли в духовном мире свои ограничения по информации для землян на предмет того чтобы земляне не просто заимствовали а сами что-то вырабатывали и сами развивали свои знания в духовном мире у невоплощенных сущностей нет никаких технологий которыми они могли бы поделиться единственное чем они могут поделиться и в этом их никто не ограничивает это своей памятью о тех технологиях о которых они помнят по жизням в прошлых телах ну например и вы и любой из присутствующих здесь землян который например воплощался на Бурхаде был каким-либо техником может вспомнить какие-либо элементы из своей прошлой жизни связаны с технологиями такое бывает хорошо замечательно спасибо большое мы благодарим наших межзвездных друзей за очень интересные ответы за ваше терпение и мы вас благодарим рады новой встречи хорошо до свидания до свидания Субтитры подогнал «Симон»